40 студентов из Китая прибыли в Самару для обучения и знакомства с русской культурой и языком. Юноши и девушки стали участниками международной летней школы, которую проводит Самарский университет имени Королёва. Наша съёмочная группа пообщалась с гостями из Поднебесной. Погрузиться в культуру России, а также поближе познакомиться с Самарским регионом. Такая возможность появилась у этих юношей и девушек из Китая, благодаря участию в международной летней школе Самарского университета имени Королёва. Помимо культурной части, гостей из Поднебесной ждёт обширная образовательная программа. Студенты будут изучать русский язык, теорию проектирования и практику эксплуатации авиационной техники и двигателей. И не только. К нам приехала делегация из Китая, примерно 40 человек. Они приехали на три разные обучающие программы, учебные программы Самарского университета. Это летняя школа, которая организована под эгидой Института двигателей и энергетических установок. Вторая летняя школа, организованная Институтом авиационной и ракетно-космической техники. Третья школа – это русский язык и культура. Её организовал наш Центр международных краткосрочных образовательных программ. Бункер Сталина, площадь Куйбышева и, конечно, одна из красивейших в России набережных. Гостей Самары знакомят с главными достопримечательностями областной столицы. Мне кажется, Самара – прекрасное место. Люди здесь очень доброжелательны, и мне понравилась еда. Она прекрасна. Я приехал сюда, чтобы посмотреть мир, сравнить культуры России и Китая. Пока всё, что я видел, мне очень нравится. Здесь прекрасные виды, очень активные и позитивные люди. И замечательные строения. Международная летняя школа Самарского университета, которой не проводились три года из-за пандемии коронавируса, возобновили работу в оффлайн-формате. Гости из Китая пробудут в нашем регионе порядка двух недель. Алия Светбаталова, Сергей Костин. Новости губернии.